Привет и мы продолжаем проходить Вольфенштейн за Нью Колоссус. В прошлой серии мы с вами освободили нашу подводную лодку Молот Евы и получили новый дизель Крафтверк. Уильям! Найди передатчик и отключи его, иначе бомбы пробьют нам обшивку. Так точно. В общем, нам нужно убежать от Аус Мерцера. А, вот, это вот так вот работает. Потому что некая фрау Энгель нас догоняет и пытается нас всех захватить. В общем, Молот Евы, отсек F. Мы совершили ошибку. На плане палубы отсек F кажется крохотной прачечной. Мы пытались найти его, когда прочесывали подлодку после того, как ты ее захватил, но не заметили входную дверь. У нас тогда была куча других хлопот, поэтому мы искали ее не слишком внимательно. Ну, бывает. Так, у меня есть... У меня есть пистол. Я обнаружила ссылку на совсем другой документ. Инженерную карту отсека F. Я свяжусь с тобой, как только ее найду. Принято. Все, давай, Анютка, работаем. Я пока буду искать этих... Ух ты ж, ядрить, колотить. Так, у нас какая-то читалка. Дневник солдата Мюллера. 12 марта 1961 год. Наверное. Я тут торчу уже несколько месяцев. Часто вспоминаю Йохана. Он был настоящим немецким воином. Он героически погиб под пулями той огромной кровожадной гориллы Бласковиц. Люди его обожают. Коммунисты, анархисты, выродки. Их нужно стереть с лица планеты. Как и велел фюрер. Мы лучше. Мы лучше. Мы самые сильные и отважные. Мы их не боимся. Земля будет нашей. Интересно, сколько мне еще придется ссать в это ведро. Я... А не ходить в сортир входа в отсек F. Мало ли. Он вернется и устроит пальбу. Я лучше буду ссать тут, пока не прибудет подмога. А Мюллер? Ну, Мюллер, я уже иду. Подмога уже идет. Так. Топорик мы возьмем. Топорик. Так. Нормальный автомат. Так. А, подожди. Джейджи надо нажимать. Так. Ага. Это зарядка. Это понятно. Подожди. Легенда на У. Прачка. Понятно. Все. Так. Я вам вижу пацана. Думаю, он слегка повредился умом. Спокойно. Что это за звук? Карта. Так. Смотрим по карте. Может что-то здесь нет. Здесь ничего нету. Хорошо. Так. Ах ты жопа. Ой, прям. Я, по-моему, по шарам съездил. Слушай. Воу. Хорош. Вот это было классно. Это было, это было явно отличное решение. А хотя, наверное, она была с пистолета. Кстати, мне ждали нормальный автомат. Не, не этот говно автомат. Во, вот это нормальный автомат. Все. Вперед. Штурмгевер. Мне бы так-то, на самом деле, было улучшение для пистола найти. В виде глушителя. Ну да ладно. Так. Ну, здесь по стелсу не получится. Придется шутаном, наверное, играть. Ну. Хе-хе-хе. Нормально, закидал. Так, дозаправить. Отлично, дозаправили. О, отлично. Пушка возвращается. Так. У нас есть четыре топорика. Это меня радует. А, видимо, за то, что я выбрал Вайта, у меня вот это сейчас пока не работает. Работает дизель. Дизельная вот эта бздема. Это круто. Так, достаем дизельную бздему. На 10 выстрелов, судя по всему, она работает всего. Уильям, я нашла инженерную карту. Балластная цистерна, склад ядерных боеголовок. О, боже. Отсека F вытянут вдоль всего корпуса подлодки. Она самая крупная в мире. Так что он поистине гигантский. Судя по огромному объему, часть отсека наверняка служит главной балластной цистерной. Будь осторожен, Уильям. Мы не знаем, сколько нацистов там спряталось. Так точно. Так, посмотрим. Дневник солдата Бельца. Я ругаю себя за трусость. Они угнали нашу подлодку, молот Евы. Любимицу нашего фюрера. Надеюсь, у кого-нибудь хватит смелости ее отбить. Мы заберем нашу подлодку у этих наглых выраженцев. Я не боюсь бласковиться. Хотя, конечно, с таким, как он, я еще не сражался. И вообще ни с кем. Если на то пошло. Это же было мое первое задание. Но в любом случае, мы сейчас прячемся здесь, как трусливые крысы. Я скоро поговорю с комендантом Фишером. Если он когда-нибудь вылезет из гребанной радиорубки. Ага. Значит, у нас командир в гребанной радиорубке. Я понял. Тут, по-моему, всему... Опа. О, нормально. Пацана прибило. Неплохо. Так, а что по карте? По карте? По карте? По карте? По карте ничего нет. Значит, идем далее. А тут, по-моему, не будет никаких улучшений. Но будем посмотреть. Так, а пока что... Ёпс. Бляха. Ну ладно, конечно, отряхнуться же надо. Правильно. Ага. Ну, идем дальше. Видимо... Этой, которой фрау Энгель вообще, молот Ева, нахрен не упился. Поэтому она и бомбит его там. Так, всплывай, всплывай. Блазков всплываем. Сойдет. Так. Ага. Так, здесь... Никого. Ага, здесь у нас есть два офицера, и чему... Уильям, нацисты сидят там безвылазно с тех пор, как ты захватил подлодку. То есть пять месяцев. Ими явно движут голод и отчаяние. Принято. Видел. Так, спасибо за коды и энигмы. Ага. Так, тут что-то интересное есть, я понял. В шести метрах от меня. Он либо где-то внизу, либо где-то там, наверху. Ага. Так, что-то они там не ткают. Ааа, он внизу! Я тебя понял. Внизу же? Я тебя понял. Ай! Что-то они меня быстро предлабунили. Но я так не играю. Да, чуваки, ну нечестно. Идите в баню. Сохраняй не игру. Вы можете в любой момент сохранить их. Блин, это сейчас по-новой опять этих гасить. Ну ладно. Уильям, да, я знаю, Анют. Береги себя, милый. За меня не переживай, Анют. Все будет хоккей. Минус нутый. Жрем хилки пачками. Так, и спускаемся вниз. Офицеров надо валить в любом случае. О. Угу. Внезапное убийство офицеров. Прекрасно. Так, аптечка давай. Угу. Убийство во время прилива сил. Хорошо. Я сейчас попробую по максимуму по стелсу, а потом, ну если что, придется стреляться. Они трупик обнаружили. Ого. Топорики гоните. О боже. Одного из нашего убили. Какой кошмар. Ага. Так, это потрошки. Мне потрошки так и не нужны. Спокойно. Не нервничай ты так. Где последний? Псих, что ли? Че стреляешь? Ой, блин. Я узнала кое-что о складе ядерных боеголовок. Так. В отсеке F. Судя по инженерной карте, счет боеголовок идет на десятки. Будем надеяться, нацисты не нахимичили с ними. Нахимичили, конечно же. Они же... Ну они же наши противники. Естественно, они нам нагадят. Ну... Ань, ну ты че? Ну серьезно, что ли? Они же те еще гаденыши наши маленькие. Так, подожди. По карте, по карте, по карте. Да, я сейчас захожу туда, где... Карлайн, мне долго не протянуть. Пару недель максимум. С твоей помощью. Карлайн, помоги нам, пожалуйста. Так, я еще не ушел. Так, стопэ, я ушел уже от того места, где что-то интересное где-то может быть. Походу, это нам было... Да, это... Подожди. А как мне туда протиснуться? Наверное, как-то здесь. Ну-ка, подожди. Может быть, как-то... А! О, нашел. Да, вот здесь что-то интересненькое мы можем найти. Я, конечно, не... Не хотел бы шариться прям по всем этим, но ладно. Открытка от Франки. Дорогой Ганс, ты просто обязан это увидеть. Американские колонии просто рай. Я останусь в отеле в Гонолулу. Здесь чудесно, а местные жители относятся ко мне дружелюбно. Это место воистину озарено величием Рейха. Каждый раз, когда мы с девочкой мы ходим замороженным на причал, я вижу, как подлодки корабли ходят в порт и вспоминаю тебя, любимый. Я помню, как ты гордился тем, что будешь служить на молоте Евы. Надеюсь, что ты там жив-здоров и скоро я смогу тебя обнять. Девочки спрашивают, видел ли ты там русалочек? Я по тебе очень скучаю. Целую у Франка. Ага, это, видимо, чья-то жена. Так, я, получается, здесь все полутал. Блин, ну... Блин, мне-то, конечно, не надо было, но ладно, че. Я надеялся найти улучшение для оружия, типа поставить... Первым делом на пистолет надо поставить глушитель. Это прям надо сто очково, чтобы я мог спокойненько не только топориками закидывать всех пупсов, но и... Ну и... Это самое того. Ну, тихо. На лоб. Вопрос, а зачем мне сюда лезть в трубу? В трубу я полез. И чего я этим добился? Вопрос. Возможно, она была сюда просто, да? А, ну, типа того. Тут, видимо, два варианта пути у меня было. Так. Блин, может, заакшонить? Хотя тут акшонить мне, конечно, в моем... На моем-то уровне сложности акшонить самая тупейшая идея будет. Аляхам! 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 Тьфу, ты! Нет, тут без Телса, короче, нельзя. Они прям... Они прям нормально так высекают. Блин, жесткие ребята. А на каком уровне мы сложности играем, кстати, я не помню. Так. Хорошо. Не буду сейчас придумать велосипед. Просто пойду вот посюда вам. О, нихрена себе! Здорово! Отлично. Убийство во время прилива сил. Хорошо. Где этот Алярмер? Алярмер! Ты где, Алярмер? Так, что было? Что-то... А, фу, хилки. Отлично. Алярмер, скорее всего... А, вот сюда ушел. Я понял. Так, хорошо. Около нацистской рубки. Надо попасть внутрь. Так, это хорошо все. Так, тут куча боеприпасов, понятно. Это-то понятно, что выпустит. Оу! Ни хрена себе! Что-то моментально мое хп улетело просто в ноль. Так, а мне надо хилки. О, хилка есть. Ай! Тихо! Ну-ка, спокойно там, это. Не дерзите. Так, мне нужна броня. Мне нужна броня. Мне нужна броня. Мне нужны хилки, броня. О, кстати. Фюрер, наш путеводный огонь. 20 октября 1960 год. Лос-Анджелес. А вчера репортеры Дианюэ Вах... 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 Хейтфу, не знаю. Посетили Лос-Анджелесскую телебашню. Взяли интервью у телепродюсера Августа Шмелинга. В перерыве между съемками новой серии Блицмэнша. Самого популярного приключенческого сериала на Ферншэнфу. Короче, телевидении. Американских территорий. На мой взгляд, Блицмэнш дает зрителю важный нравственный посыл, отвечающий духу нашего времени. Рассказал нам Герр Шмелинг за чашкой крепкого немецкого кофе. Граждане... Граждане американских территорий, освобожденные от былых демонов, капитализма и культурного упадков, входят в новый золотой век. Наш сериал помогает людям примириться с их жестоким прошлым. Отвечая на вопрос о художественной составляющей сериала, Герр Шмелинг сказал... Наш любимый фюрер, наш путеводный огонь во всем. Без него мы не смогли бы снять этот сериал. Да все бы вы смогли. Просто балбес, но балбес и в Африке балбес. Если ты не можешь тупо снять сериал без какого-то там фюрера, то, ну, как бы, тебе вообще не место в киноиндустрии. Так, ладно, пошли пупсов гасить. У меня есть хпшки. Точнее, у меня есть броняшка. Нормально так-то разнес, слушай. Так, торопиться мы не будем. Будем их потихоньку выстругивать. О! Так, этот минуснулся. О, полегче. А, он сидит за этой что ли? Ой! Откуда ты взялся там такой красивый, а? А может, гранатами их тупо закидать попробовать? Кстати, тоже опция, давай попробуем. Спасибо, Уильям. А Усмерцер скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустит. Да ну нафиг, капец. Каждым выстрелом попадают, прям убивают. Жестко. Ну, правильно, я, блин, уровень сложности убер, блин, поставил. И сейчас, короче, все. Спасибо, Уильям. Вставай. А Усмерцер скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустит. О, хоть шот. Да ты заколебал. Мать твою, выпусти! Сраная дверь! Блин, сраная дверь, это просто катастрофа. О, кстати. Дневник неизвестного коменданта. День 13. Мы тут торчим уже почти две недели, как крысы на нашей же подлодке. Я готовлю набросок плана с офицером Фишером. Этот террорист-дегенерат застал нас врасплох. Но мы же солдаты Рейха. Мы рождены в бою и закляны сражениями. Мы выйдем отсюда и перебьем всех нелюдей. День 39. Похоже, мы тут надолго. Их слишком много. Без помощи нам не справятся. Патронов мало. Слишком опасно. Фишер пытается наладить радиостанцию. День 54. Бойцов охватывает отчаяние. Воздух становится все более спертым и затхлым. Под формой все чешется. Я пытаюсь заснуть, но просыпаюсь через минуту. Иногда от криков солдата, увидевшего кошмар, многие из них повидали такое, чего не должен видеть никто. День 45. Пайки на исходе. У некоторых начались галлюцинации. Сегодня утром Фритц написал письмо своей матери, хотя она скончалась 10 лет назад. Нужно заботиться об остальных, чтобы они совсем не рехнулись. От них не будет прока, если придется давать отпор террористу. Йохан пойдет искать запчасти для радиостанции. День 98. Я схожу с ума. Уже пять раз почистил форму, но все равно чешусь. Придется ее снять. Надену обратно, когда нас спасут, чтобы выглядеть прилично от церемонии награждения. День. Я сбился со счета. Фишер сумел таки наладить радиостанцию. Он отправил сообщение в оберкоманда. Наконец-то они спасут нас. Нельзя терять веры в рейх. День. Что там вытворяет офицер Фишер? Он закрылся на пункте управления, где стоит радиостанция, и заварил дверь параной. Он обвиняет нас в том, что мы мешаем ему отправлять сообщение. Он совсем спятил. Парни говорят, что со стороны входа в отсек Ф доносится какой-то шум. Ерунда, небось. Ну да, ерунда. Да как ты меня так сносишь? А, так ты еще и этот подошел. Блин, там еще и в упор подошла жопа. Да капец. Слушай, ну это, блин, да, это, судя по всему, я сложность выбрал слишком жестким. Алло. А он потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустят. Не, так-то не против, конечно, такой сложность. Блин. Да, сраная дверь. Мать твою. Тьфу ты. О, это сраная дверь. Она мне тупо мешает. А, у меня гранаты кончились, да? Ну тут же есть гранаты. Ну возьми все гранаты, биджей. Подожди, может я как-нибудь могу эту сраную хрень убрать, блин? Нет, она вообще, смотри, короче, все понятно. Это, у меня еще один враг появился в виде... Отлично, срезала. Так, аккуратно. Отлично. Отлично. Да, хорош. Так... Ты откуда вовзялся, блин, животное? Пфу ты. А-а-а-а. Блин, сраная дверь. Все гадит мне. А у смерти скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустят. Ай. Ну правильно, у меня еще сложность состоит в том, что у меня и по 50 хп всего. Сраная граната. Ага. Так, отлично. Во-во-во-во-во-во, мало... Ты че туда ушел? Тебе кто разрешал влево уйти? Ты должен стоять на месте и получать пулю в голову. Да блин. А может про... Го пробиваются, короче. Возвращайся в раздевалку. Наверное, это моя ошибка, что я там тусуюсь тупо. Надо просто идти вот так вот и всех месить нахрен. Попутно перезаряжаясь и все. Спокойно! Ура, попался, я прикончил тебя, ушлепок. Короче, сейчас берем стволы в две руки нахрен и просто потихоньку буду с одного-второго убивать. Спасибо, Уильям. Вставай быстрее. Так-так-так-так-так-так. А у смерти скоро потеряет наш след. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустят. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну слушай, с двух рук уже хорошо получается, я считаю. Правда, ну вот это вот, ну как бы да. Есть проблема с этим. Вставай быстрее. Меняй оружие. Возвращайся в раздевалку. Бомбата тебя оттуда выпустят. О, здоровье, отлично. Так, уходим в нычку вот сюда. Так, проверяем, здесь никого, никого, отлично. Так, еще здоровье, берем хилки. Хилки, хилки, хилки нам... Так, слева кто-то. Хорошо, 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 хорошо. Отлично. Еще хатшотов, блин, натыкал, нормально. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. ух жестко убийство так из двух рук нормально так кто стрелял кто стрелял признавайся ты где животное ады ты внизу что ли где гаденыш вот так-то я справился с этим поручением отлично 20 кодов энигмы надо было хорошо так бронежилет забираем который лучше для мужчины нет отлично фух всего-то надо было короче немножко дерзануть я думал постел ну постался тут уже получается не как потому что я бомбанул нормально так хилки забираем и из поднимаемся наверх так я так понимаю я пришел в отсек f до опа тихо ух ты шьёп что-то получилось но не прикольно теперь можно уходить ты думаешь ладно я наверно там на пропускал всякого да а тут больше ничего нету ладно покинуть отсек f нормально бомба то здорово молодец бласкаец а то идем все уже собрались вот так вся жизнь все знания чувства все через что пришлось пройти все сгинула за секунду как вода будто и не было вовсе эй да входи капитан ты пропустил похороны вайд а я не смог каролайн была для меня дороже всех на этой чертовой лодке и вот теперь все ждут что я займу ее место ну да ну да ты глянь на меня я даже наушники найти не могу слушай я даже завалил офицерские курсы в гарварде я знаю что положил их где-то здесь но где черт возьми и когда уже прекратится этот звон не сдавайте вайд это неправильно я не дурак капитан я видел твой взгляд когда фрау энгель взяла тебя в плен все пламя погасло ты сейчас на автопилоте пока не врежешься в стену что не так капитан слава богу я забрал кое-какие вещи джея из старого укрытия в берлине старые пластинки все такое просто на память этот парень классно играл на гитаре да да любил чтоб погромче я пошел вайд давай-ка эй капитан сходил бы ты к сету он ждет тебя на осмотр или типа того проверить тебя он у себя в мастерской ну пойдем к сету он знает и я знаю меня уже не вылечить ну давай сет пообщаемся нет нет-нет-нет-нет-нет-нет это что за тварь это не тварь шимшин это не тварь это 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 туловище белящей обезьяны и голова моей любимой сиамской кошки шашаны глянь на нее шимшин тебя не обидит он хороший ингель я я нашел шашану в реакторном отсеке подлодке она охотилась на крыс через несколько месяцев когда она умирала от рака желудка я увидал в белизе практически безмозглую обезьяну жевавшую детонатор сделай одолжение в ласковец опустит опор а то я как-то нервничаю это не просто мой любимый питомец это скорее всего мое самое главное научное достижение в жизни да да у нас главное голодная съешь рыбки видишь ли чтобы провести межвидовую трансплантацию головы нужно совместить спины и хребты она в порядке свести воедино две трудно совместимых биосистемы дыхательную и кровеноску ну и так я понял давай теперь без этой тарабальщины а что это я как старая качка у тебя был такой день а я прости посмотрим может дать тебе снотворно ингеле нет нет лучше найди мне дело тебе нужна отдушина понимаю тебя понимаю все люди горюют по разному но я нашел тебе идеальную отдушину ингеле пару дней назад а не попросила меня соорудить тир для бойцов на борту он почти готов но эксперимента ради я сделал мишени старого немецкого беспилотника как вдруг эта феркакта машина стала мишугиной как гитлер и напала на меня короче пришлось ее запереть будь другом сходи и уничтожь беспилотник и заодно опробуешь мой тир и поделишься впечатлениями потом приходи расскажи что думаешь вступай ингеле хорошо я посмотрю ну что ж буду признателен хорошо пошли искать тир тир же ли тир мне что-то хочешь сказать ну зигрон какая пушечка да 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 ну и где-то хочешь чтоб я за тобой побегал да вот о чем я говорю комплект уручая улучшение оружия пистолет магнум глушитель да первым делом глушитель на пистолет вот это нормальная тема так боеприпасы забираем все что тут все забираем все что можно так отлично 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 так что то тут есть еще ты знать я кстати забыл посмотреть как на карте она выглядит конечно же ну ладно так хорошо опа так и где это дизит симоническая отродье вернуться к сету тир отлично я считаю с это нужно быть осторожны с опытами я считаю отличный тир я считаю отличный тир да я вернулся слушай отличный тир да отлично отлично ты у нас молодцом точно точно да аня нашла заметки карлайн о ячейке сопротивления в нью-йорке хорошо она сейчас хорошо так записка карлайн сет как ты просил вот список возможных баз сопротивления манхэттен радиоактивная пустошь но судя по данным добытым добытым юной юной в париже нацисты несут потери в этом районе а значит там действует группы сопротивления но где приписка почерком сета скорее всего где-то наверху чтобы избежать наземной радиации нужно изучить этот вопрос новый орлеан нацистских разведданных из парижа часто упоминается имя хортон мы знаем что нацисты превратили новый орлеан в гетто для диссидентов и нежелательных элементов общества у дмитрии соратника юной из парижского сопротивления есть родственник который возможно является повстанцем в новом орлеане горы апалачи мы мало знаем про них нацисты поймали нескольких вероятных бойцов сопротивления но ничего не нашли если там есть группы они сейчас не активны когда мы устроим в америке революцию они возможно пробудят пробудиться и войдут наши ряды это все что я знаю больше подробностей есть в данных которые мне дала юна заходи ко мне если тебе это интересно кэролайн о карте записка неизвестного нацистского ученого профессор шиллинг потерпев катастрофическую неудачу так называемой крок крок крокауткой при генной гибридизации животных мы решили действовать более жестко в полное описание нашего последнего эксперимента аккуратно отделив голову особи мы поместили ее в бак с консерва чё с консервационной жидкостью созданной командой из парижа затем мы извлекли тело особи находившиеся в банке с этой же жидкостью и подготовили ее к соединению после этого голова особи а была прикреплена к шее особи б получившееся тело совершало движение но в основном рефлекторный и к сожалению особь а не проявляла признаков сознания мы прервали эксперимент и пришли к выводу необходимости дальнейших исследований в частности нам потребовались новые свитки дат и худ чтобы заполнить пробелы в знаниях текста запятной кровью записки обрывается на полях комментарий сделанный почерк сетом видимо деканьянская теорема нужно изучить вопрос короче ладно я тогда не буду все эти тыкаться мне надо в комнату кэролайн у нас отличный дом кэролайн так хакинг-центр всегда поступало правильно заперто почему на подлодке что-то запертое может быть нет интересно познать а подожди хелм хелм наверно вот сюда а вот вот сюда и вот сюда вот сюда на ты чё думала я нашла заметки кэролайн ячейки сопротивления в нью-йорке я знаю их точный адрес скажешь про этого эту я просила его что-нибудь сделать он заперся в своей комнате нужно собраться и продумать дальнейшие действия хорошо анют мы скоро прибудем в нью-йорк все я побежал в эту леща вставить ева с хаммер молот ева так сет лап как сказать ей что я скоро отправлюсь к тебе кэролайн ну карточки типа карточки просто вот карточки такой как я угасаю пошли искать кому же поэту знает но не подает вида как я поехали поехали вот блин твою ж мать ништяк привет кэп я изучила заметки кэролайн нью-йоркские бойцы сопротивления прячутся на верхних этажах стейт билдинг сет да как я понимаю до такой высоте радиация на терпимом уровне да ясно однако просто взять и прилететь туда нельзя наши нацистские вертолеты собьют мы можем выйти на связь сообщить что летим я искала способ связаться с ними в записях кэролайн но так и не нашла значит дойдем пешком и поднимемся познакомимся сразу лично пешком весь город загрязнен радиации после взрыва нацистской атомной бомбы без защитной одежды мы получим там смертельную дозу вот посмотрите это броня она защищает от любого излучения значит ты пойдешь в одиночку кэп хоть посмотрю большое яблоко бомбата ты ведь его подбросишь легко да босс могу я вам помочь пять градусов по левому борту он прямо по курсу так точно блонди эй здоровяк смотри не попадись там крокодилом крокодилом разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами не знаю я из техаса господи боже ну а изучать бальше яблоко я предлагаю в следующей серии всем спасибо за просмотр до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok